итак привет всем кто смотрит это видео сейчас мы с вами поговорим об аппарате компании black view модель black view bv 5500 плюс но во первых почему плюс потому что это улучшенная доделанная версия 5500 pro в которой добавили накопительной памяти теперь вместо 16 стал 32 и android стал версии номер 10 то есть это как я понимаю первый аппарат компании на десятом андроиде ну или по крайней мере мне так кажется больше я пока вроде бы не видел на десятке ладно что у нас в наличии наличие у нас три вида заглушек первое это основной порт питания передачи данных и так далее закрываю второе это порт под гарнитуру кстати провод питания и провод от гарнитура обыкновенный не удлиненный свободно подходит но единственное что прорезь узкая не самые толстые самые толстые не влезают и заглушка лотка под сим-карты лоток под сим-карты скажем так мульти то есть либо две симки либо симка и карта памяти в моем случае две симки потому что 32 мне хватает и он прямой не обратный вроде бы так вот встает то есть не нужно переворачивать аппарат в комплекте идет само собой вот такая вот скрепочка который можно затолкать и также вот закрываем все после этого достигается герметичность аппарата напоминаю герметичность только с закрытыми заглушками далее аппарат умеет распознавать по лицу вот видите у меня не распознал потому что говорит телефон мешает требование повтора идет таким образом вот когда телефон уже не мешал я наклонился ниже то все стало хорошо не хочу никаких передач данных ты чё офигел блин у меня в этом тарифе интернет выключен так далее помимо того что здесь десятка многие вещи переработаны тоже в соответствии с десяткой то есть все примочки десятого андроида тут уже присутствует не надо мне звонков по 4g не надо мне не то где у меня про интернет то вот не нужно мне интернет включать она очень все так и стоит все хорошо так едем дальше что здесь из необычного первый пункт тут все разложено вся информация протыков по номеру сборки вы становитесь разработчиком появляется меню для разработчиков в котором тоже есть довольно таки интересные вещи прячется она вот здесь и нажатием на него моего должны потом включить и в самом низу есть одна очень полезная менюшка но почти в самом низу сейчас вспомню где кстати форму значков можно менять даже в системе они отдельно в лаунчере 4 потерял при при вот приложении в режиме ожидания и здесь можно выбрать как будет себя вести та программа ну правда ведь она не все открыты то есть будет ли она запущена или не будет то есть например chrome у нас мной сейчас настроен чтобы он не висел фоне а так у него изначально стоит что он всегда висит фоне если вы собираетесь на этом устройстве слушать аудиокниги через браузер тогда как хрому или к там тому браузер которым пользуетесь нужно будет поставить режим всегда активен вот такой вот актив и все далее здесь же есть полезный пунктик проявляющий отображение касание экрана как у меня сейчас сделано вот показывать нажатие и еще один полезный пунктик был хотя он по моему ниже был отключить или настроить анимации я вот выставил на 05 аппарат стал намного живее напоминаю аппарат построен на процессоре 6739 это уже довольно таки старый бюджетный четырехъядерный процессор поэтому хорошим только тем что у нас 4g а больше на нем плюсов наверное уже и не осталось зато он стоит копейки поэтому аппарат этот меня достался всего за 80 баксов далее что здесь добавили необычного здесь добавилась отдельная возможность обновления системы безопасности или как то так сейчас я вспомню где это находится вот наверно безопасности обновление системы безопасности и видите да даже есть возможность сейчас загрузить какое-то обновление и установить его вот аппарат его устанавливает я вам делаю паузу вот таким образом он обновляет то есть довольно таки серьезно на самом деле что-то там меняет уже минуту я думаю займет минут пять не меньше ну вам опять монтаж ну что финальная часть сейчас должен перезагрузиться на столе кое-что поменялось я все компоненты коробки запихал в коробку и она используется теперь как подставка для смартфона неожиданно долго происходит первая загрузка но видимо все таки процессор не быстрый обновление что-то глобально меняет продолжаю ждать лучше поздно чем никогда догадался включить секундомер на часиках кто не заметил сбоку лежат часы black x1 отмокают ну вот аппараты включился сейчас мы посмотрим что у нас изменилось изменилось ли вообще что-нибудь симку я не выбрал поэтому с ней заново будет меня доставать о происходит завершение обновления системы то есть и так было десяточка теперь вообще все круто ладно не мешаем ему кстати замечу что это лаунчер не стоковый это мой любимый яндекс браузер можно его убрать поставить стоковый для видео об аппарате наверное это было бы логично сейчас пока он производит свои обновления переключу приложение по умолчанию главный экран на квик степ собственный лаунчер данной модели немножко подождем напоминаю аппарат только обновился ну что мы видим вот так вот все иконки разбросаны на рабочем столе точнее на рабочих столах так же как на всеми любимыми мах мах мих мах огрызках короче так примочка которая появилась в этом обновлении не так не в обновлении а в этой версии прошивки на аппарате если у вас всплыли уведомления и вы махнули их пальцем направо то уведомление переходит беззвучный режим если вы их махнули пальцем влево то они переходят в просмотренные о как я поначалу многие направо нашоркал и у меня перестали приходить уведомления потом где-то в настройках я нашел этот пунктик он отдельно настраивается и программа мне как-то про него рассказала но я честно говоря не очень помню где это было поверьте мне если вы купите этот аппарат вам тут хватит довольно таки много времени будете изучать что в нем где как куда зачем потому что добавлено в принципе много интересного там видели да показать где я в батарее тоже не все так просто можно посмотреть расход заряда да а теперь внимание вся информация в использовании после этого только появляется время сколько использовался экран напоминаю аппарат был включен только что после зарядки потом произошли обновления и так далее короче не более 1 минуту он говорит на самом деле а не более 1 процента на самом деле 3 минуты так то есть вот здесь у нас так все здорово в настройках экрана можно использовать голосового помощника даже при выключенном экране обалденно то есть ранее только разблокировка была возможна голосом а теперь можно к все команды выдавать выключенному аппарату можно тему переключить на темную что любится многими только не имеет смысла на аппаратах с не амолед дисплеями а здесь дисплей не амолед можно включить чтобы на ночь притухал экран автоматически ну и так далее я уж молчу о том что есть адаптивная яркость поскольку есть нормальный датчик освещенности также есть нормальный датчик приближения правда работает там меньше чем два сантиметра но неважно он есть он работает передняя камера по лицу распознает единственное что не супер быстро где-то полторы две секунды у меня требуется на это дело с ней вот видите да я так махнул вот как то так а далее если вы хотите посмотреть статус да нажимаем и держим и он показывает они сейчас включены оповещение или они приходят без звука все довольно таки интересно и здесь тоже можно так переключать и также опять же я на часах понатыркал такого что у меня на часах перестали вообще все уведомления приходить я просто случайно перевел на беззвучный все и нет уведомлений все он говорит что было обновлено только уведомление о том что выдавали обновлено успешно пришло на каком-то не нашем языке скажем так ну что друзья мои далее фото видео камера меня в принципе устраивает учитывая стоимость так очень даже я понимаю что 1080 видео ей тяжело но при этом она есть она его пишет но пишет немножечко так задумчиво может быть после этого обновления это стало лучше если так будет выпущу еще фото видео примеры у меня каждая новая прошивка обычно заканчивается тем что выкладываю изменения если изменится камера соответственно ловите новое видео с фото видео и можете как бы решить как вам кажется лучше или хуже стороннюю камеру кстати даже не проверял сейчас мы на нее посмотрим но я думаю будет все то же самое разве что фокус побыстрее немножечко ну такой же дерганный если мы зайдем в настройки видео ну да то же самое все все хорошо в отличие от некоторых с предыдущего видео обзора блин фото видео меня устраивает тут реально на глазок основная камера где-то восьмерочка фронталка пятерочка выше никто и не заявляет и на глаз они такие есть они это отрабатывают единственно не офигенная светосила но это и хорошо в ночи довольно таки даже прикольно снимает у меня уже несколько фоток в инстаграме выложено вконтакте уже создана папка с играми ой господи какие игры с фотографиями с этого аппарата также есть игротесты на самом деле на канале вот остатки былого величия в наличии поэтому на мой взгляд аппарат полностью заслуживает те деньги которые за него просили на предзаказе но вот сейчас он продается вроде как больше 100 баксов вот это по-моему немножечко зря то есть до 100 баксов эту модель я лично рекомендую брать если больше 100 баксов я лично не рекомендую дороговато но замечу так первое по приему ребята его переработали по сравнению с предыдущим аппаратом прием стал лучше вай-фай 5 гигагерц в наличии 4g в наличии по 3g сеть как у всех мткшек само собой проседает но работает конечно на интернет по 3g но слабее чем на аппаратах у которых нет 4g потому что тот же самый 5500 не про не плюс он на процессоре 6580 там на 3g он работает очень даже хорошо так что еще про него могу сказать визуально стеклышко чуть-чуть утоплено там буквально на наверное полмиллиметра не более то есть вот этот рыжий кант выпирает не более чем на полмиллиметра этот кант из какого-то очень твердого пластика вокруг же все обрезиненное вот этот желтый вставочка я думаю она из того же пластика что это скорее всего это два куска резины вживлены в пластмассу так стекла камер защищены только лишь вот этими выпуклостями когда смартфон ложится на поверхность он лежит вот на этих двух плоскостях и камера висит где-то в миллиметре от стола то есть защита не особо скажем так диод оповещений тоже в наличии рядом с диодами рядом с датчиками приближения освещения сейчас я вам это покажу очень просто я просто воткну в него зарядку кстати заметьте обычную не удлиненная и вот загорелся диодик и сразу пошло нет пошел процесс зарядки с красивой анимашкой как на всех десятках отключаем также само собой с режима ожидания можно выйти в звонок если помним пин-код и запустить камеру тоже если помним пин-код то есть все под защитой так это он меня узнал зараза так сделаю чтобы не узнал и шторку мы опустить можем и регулировать тоже можем это в принципе минус но опять же у меня узнал поэтому тогда сделаем так заблокируем разблокируем и пока у меня не узнал пробуем что-нибудь поменять например перейти в режим энергосбережения включить перешел то есть шторка управляема многим это не нравится знаю слышал но спаривать не буду так узнавать меня будем вот не энергосбережение режим не нужен мне этого аппарата и так хватает на целый день что меня в общем то удивило потому что аккумулятор как всегда менее 4 ампер тут уж ничего не попишешь корпус такой тоненький зачем они прибирают что там 4 400 я не знаю по моему тесту умение 4 но на день весьма не хватает поэтому я лично про него ничего плохого сказать не могу далее проводим небольшое купание если он конечно вообще в воду поместится так я закрыл затычки проверяем всегда заглушки перед тем как хотите приступить к водным процедурам ну пусть он заодно остудится потому что сейчас пока я его обновлял он нагрелся на глазок до градусов наверно до 40 потому что напоминаю еще раз это старый бюджетный процессор всего лишь четырьмя ядрами так что еще хочу про него сказать мне очень понравилось то какой он на ощупь мне очень нравится его дизайн мне очень понравилось то что ребята переработали прием то что видите да он даже под водой лежит у него прием есть чего раньше не наблюдалось оживить его к сожалению под водой можно только боковыми кнопками экран под водой само собой работать не будет в наличии камера для подводных съемок шторки также есть запись с экрана многие у меня спрашивают в частности в админке компании блэквилл если такие фишки у каких-нибудь аппарата блэквилл я еще раз повторяю практически у всех кроме самых самых бюджетных ну и очень старых то есть большинство новых моделей идет с этой фишкой так что еще камера адекватная уже говорил не очень большой светосилы тоже надеюсь говорил в режиме записи видео мы видим замедленную картинку все дергается но на самом деле в реальной жизни все будет намного быстрее это видимо сделано специально чтобы пожертвовать именно тем что видите вы но не тем что сохраняется на будущее попробовал делать видео трансляцию с этого аппарата качество прошло фиговая говоря так по-народному ему не хватает скоростей интернета или скоростей процессора или еще чего-то ну короче он пытается гнать поток 720 точек и получается где-то два-три кадра в секунду это не есть хорошо но звук идет очень даже неплохо но тоже с перерывами в моменты когда ему не хватает чего-то поэтому для трансляции аппарат не подойдет но как вы видите воду вроде как пока держит глубоко я выкаешь нырять не заставлю потому что этот аппарат я мечтаю кому-то продать и еще люди если хотите знать под водой динамики забиваются водой поэтому не нужно удивляться что после водных процедур динамик будет бухтеть говорить невнятно и негромко после того как вы его просушите он будет говорить очень даже нормально и ничего с ним не станет если у вас конечно же не брак никто не без как-то никто не идеален брак бывает у всех компаний samsung всякие там и так далее тоже взрываются и много чего с ними было поэтому если у вас попался брак его нужно вернуть обратно а не ругаться на всех форумах и под всеми видео в частности моими как люди некоторые делают что вот говно там теле тире троллевали если у вас говно идите и поменяйте его на нормальный проблем не будет в последнее время единственное на али есть заморочки с этим делом я уже из-за этого проиграл три спора ну как проиграл они считают что я их выиграл что я могу вернуть они вернут деньги только я находясь в другой стране когда в мире пандемии я не рискнул отсылать обратно аппарат поэтому я считаю что я спор проиграл я хотел вернуть часть денег за некоторые вещи которые покупал на али но мне было как решение как сказать посоветовали мне отправить его обратно в китай тогда мне вернуть деньги но само собой по последним правилам али доставку или пересылку оплачиваю я я не согласен с этим поэтому отправлять его не захотел захотел часть денег денег не не дали поэтому на али конечно сейчас рискованно если есть вариант купить не на али а в ближайшем магазине спустя время или там чуть-чуть дороже ну честно начинаю уже думать что так лучше так что еще аппарат не тяжелый аппарат надо наверное замерить будет еще шицешкой во все стороны хотя смысл конечно же не вижу но ладно мне тут недавно напоминали что надо бы вот я наверное чуть камеру не купнул туда же этот телефон который пишет он не умеет воду держать сейчас было бы плохо так вот аппарат этот абсолютный аналог предыдущих двух но некоторые просили поэтому под финал его все-таки замерю вот как напоминание у меня уже шицешка валяется далее в работе данного аппарата с использованием всего набора моего софта который у меня только есть наблюдаются некие подлагивания но как только я стал удалять игры одну за одной и автономка увеличилась и аппарат стал вести себя намного лучше отсюда мы делаем вывод что этот аппарат для тех людей у кого одновременно в памяти устройства не должно висеть столько программ как у меня напоминаю мне под соточку то есть если у вас программ хотя бы 50 то для вас он подойдет если у вас программ под соточку планируется то конечно же процессор слабоват ему будет это тянуть тяжело памяти хватает а вот процессор будет тяжеловато что еще фонарик средненький супер ярким его не назвать динамик тоже не очень громкий до соточки децибел может и дойдет больше цита не пойдет слышимость разговорный динамик очень хорошие там уже без вопросов там офигенно все не то что на некоторых аппаратик ах ну в общем я думаю наверное пора завязывать потому что по сути это тот же самый 5500 pro только с увеличенным объемом памяти и со всеми плюшками десятого дроида которые у меня уже и так на канале не раз обсуждались толщина аппарата в толстом месте у нас 14 и 2 ширина аппарата сейчас тоже по толстенькому здесь вот замере по самому толстенькому блин поймайся вот 76 и 1 ну и длина аппарата если кому-то даже и это интересно опять же по набухлостям на углах не знаю как еще это назвать или выпуклостям на корпусе ведь нет не попал о 152 и 25 если кому опять же это интересно вот такой вот у нас относительно небольшой аппарат по последним тенденциям свободно держащий как выясняется и воду и грязь и мусор динамик выяснил здесь что является в принципе небольшой глупостью но в то же время небольшой плюсом видите насколько из динамика воды вылетает сейчас объясню почему потому что рядом с динамиком расположены отверстия микрофона по всем последним канонам гугла мы не имеем права записывать разговоры людей никаким софтом кроме разрешенного самим гуглом разрешенный самим гуглом софт в россии не пишет автоматически по крайней мере разговоры на линиях ну короче и через телефоны вы не можете записать то что вы с кем-то говорите по крайней мере автоматическом режиме это запрещается так вот в чем плюс этот микрофон и этот динамик находится рядом если вы будете записывать разговор людей автоматически да через программу вы достаточно будет переключать на громкую связь и вы свободно будете записывать и голос собеседника и ваш собственный этот микрофон будет цеплять и звук из динамика и звук вашего собственно голоса далее в аппарате кстати в наличии гироскоп то есть вот это вот тема то что в VR шлем можно засунуть и ходить как бы при повороте аппарата будет изменяться картинка внутри словно вы мотаете головой и смотрите своими собственными глазами компас в наличии тоже но он такой средничковский не супер как в большинстве дешевых аппаратов узнавай меня вот узнал и от того что нет сканера отпечатка пальцев появляется один косячок что вам при оплате например google pm как я это уже недавно делал если аппарат усомнится в том что это вы он затребует не отпечаток пальца как обычно введите пароль и тут начинается путаница я сначала ввел пароль от карты потом пароль самого приложения которое где-то там настраивал потом так мне дошло что он просит вообще просто пароль самого смартфона то есть только на третьей попытке я ввел правильный пароль и я рисковал что меня заблочит то есть если вы привыкли к сканеру отпечатка пальцев не забывайте что нужно смотреть что здесь это не по сканеру отпечатка пальцев открываем и начинаем просушивание кто не понимает вот там внутри вода не попадает но по периметру до прокладки она сидит чтобы в будущем проблем не было нужно ее потом высушивать то есть придя домой открываете просто кладете его на столе и аппарат должен полежать и посушиться со всеми открытыми заглушками главное в этот момент его не залить водой потому что тогда ему будет хобздец на этом я считаю видео законченным примочки десятого дроида везде одинаковые можете посмотреть здесь ничего не вырезано здесь есть и баланс звука громкости скажем так в наушниках и еще всякие прибамбусики короче как я по нему пошарился у него максимальный набор того что было в десятке у меня у самсунга на десятке нет таких прибамбасов какие есть в нем но правда у самсунга есть и свои прибамбасы которые не свойственны google здесь же чистейший google поэтому все что есть в чистом десятом google все здесь есть всем спасибо за просмотр всем пока это была туха на канале латуха показывает часики тоже живы 18 минут я проболтал уже сейчас и до этого еще минут пять как пока не вспомнил про то что нужно включить секундомер значит на часах тоже все хорошо воду держит всем пока спасибо до свидания и кстати колокольчик подписка ну и репосты если есть кому посоветовать что-то интересное всем пока спасибо за субтитры делал DimaTorzok